Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире программа «Музыкальная кухня», в которой мы будем вам рассказывать о том, что происходит с песней от начала и до конца, как происходит её рождение, как происходит процесс работы. Меня зовут Алла Чепикова. Я композитор, автор, исполнитель, также занимаюсь продюсерской работой и знаю об этом не понаслышке. И хочу, чтобы эта тема также была и донесена и к вам. Гость моей сегодняшней программы — Роман Ващук. Это гость из Украины, из города Киева. И хочу вам сегодня его представить и поделиться всем тем, что он захочет сегодня нам рассказать. Привет, Рома! Привет, Алла! Привет! Спасибо, что ты сегодня с нами. Спасибо, что ты согласился на такую тему поговорить с нами, о том, как развивается твоё творчество, как проходит работа именно в направлении развития и работы над твоими музыкальными проектами. И почему наша программа называется «Музыкальная кухня»? Потому что мы хотим поговорить, как именно проходит творческий процесс, как именно ты работаешь или вообще проходит работа над христианским творчеством. Я могу тебя представить, но мне бы хотелось, чтобы ты представил себя сам, потому что много очень ты участвуешь и в программах, и даёшь интервью, и кто тебя как не представляет. То есть у них своё мнение. Я хочу понимать, как ты себя видишь, как исполнитель, как композитор. То есть как ты себя видишь в христианском творчестве? Ну, наверное, прежде всего я вижу себя как певца, как певец, потому что это моя профессия, это то, что я люблю делать, то, что я делал уже давно. И всегда учусь и стараюсь как бы в этом расти-расти дальше. Поэтому я ещё могу писать песни, пишу и для себя тоже пишу песни, и иногда даже для своих друзей пишу песни. Я организовываю фестивали вместе с Аксамитой в Киеве многие. Ну, сейчас время другое, поэтому фестивалей не так много таких, которые проходят на площадях. То есть у нас на Пасху мы делаем, на Рождество большие фестивали. Ну да, я веду иногда какие-то мероприятия, концерты. То есть в принципе как бы такая вот ниша служения, социального служения, это то, чем я занимаюсь. То есть если говорить о паблике, о том, что видно, а там, конечно, интернаты, тюрьмы и так далее, это то, что уже как бы моё личное служение, где я могу просто участвовать в каких-то проектах, в каких-то евангелизациях, в каких-то служениях и так далее. Вот видишь, ты о себе говоришь намного больше, чем бы кто-то бы тебя представлял. Например, я тебя больше представляю как исполнителя, автора-исполнителя и композитора. Но ты рассказал намного больше о своём творчестве и о том, чем ты занимаешься. А если возвратиться и говорить о твоём творчестве, о твоём исполнении песен, есть ли у тебя какие-то желания, вот с кем-то спеть, с кем бы ты хотел спеть, с кем ты ещё не спел. И для кого бы ты хотел написать песню, для кого ты ещё не написал. Были такие мысли когда-то у тебя, вот чтобы спеть с кем-то дуэт или в группе какой-то проект сделать совместный? Ну, конечно, есть те люди, которые мне нравятся, певцы, которых я очень уважаю. И не всегда это, возможно, люди, которые имеют отношение к церкви даже. То есть есть певцы, которые я уважаю как вокалистов. Вот, допустим, мне очень нравится, как поёт, как исполнитель Sting. То есть я бы с удовольствием спел бы с ним песню, но песню, которая бы привела людей в правильное положение перед Богом. Я имею в виду, чтобы эта песня была с правильным смыслом, с хорошим смыслом. Я всегда... Для меня самое основное всегда в песне — это слова. То есть я очень тонко и серьёзно отношусь к словам. И даже вот многие друзья мои знают, что когда выходят мои песни, написанные кем-то другим, то бывали ситуации, когда мне приходилось с людьми по поводу некоторых слов вести такой длительный диалог. И даже я... Было время, когда отказался от одной песни, петь её, потому что не хотели поменять слова. Я не верил в те слова. Ну, короче, я не пою то, во что я не верю. Это вот мой принцип. И поэтому, конечно же, если бы я спел дуэтом с каким-то топовым артистом, то я бы хотел, чтобы эта песня была то, что я верю, то, что я понимаю, и то, что было бы из моего сердца. Если говорить по поводу певцов, там, ну, русскоязычных, мне, конечно же, очень нравится Николай Носков, как поёт. Ну, в смысле, он... Я даже знаком с ним чуть, мы переписывались в своё время. И вот сейчас мы очень сопереживали тому, что произошло. Там у него был инсульт. И вот в 2019 году у него был сольный концерт, ему друзья сделали. Я без слёз не мог смотреть концерт. Весь концерт мы с женой там просто проплакали. Пускай Бог благословит его, его семью, его жену, которая его поддерживает очень сильно. То есть если говорить о тех людях, которые меня очень вдохновляют в плане музыкальном, в плане профессиональном, то, наверное, это вот я сказал о них. Говорить по поводу дуэтов можно много, потому что я люблю петь в дуэтах. И у меня... Он уже есть не один. И, кстати, есть с тобой чудесный дуэт. Да, и я очень рад. Да, кстати, мы можем и об этом тоже сейчас сказать, что у нас с тобой есть вообще-то дуэт. Да, у нас есть песня, которая называется «Ты сможешь». Поэтому, кто не видел, пожалуйста, поищите. Есть клип в Ютубе, называется «Ты сможешь». Очень простые два слова, но в этих словах очень много. «Ты сможешь». Ну и интересно то, что она была записана «Ты в Киеве живёшь, я живу в Сиэтле». И была записана. И работа над песней... Сиэтле ты писала в Киеве. Да. Или наоборот. Да. То есть мы каждый на своей стороне всё сделали, всю работу, вплоть до того, что мы сняли видео. И потом всё пришлось соединять, всё мы соединили. То есть, когда я работала с этим, поскольку я работала с видео, я не представляла, как это будет. Я даже не знала, как я это совмещу на экране. И твою съёмку, и свою съёмку. Ну да. Но я думаю, что вам интересно будет посмотреть. Это один из тех проектов, когда вся-вся работа велась на расстоянии, и потом была соединена вместе. Ну, дуэты — это всегда очень интересно. Почему? Потому что соприкасаются два мира. То есть я как бы певец, творческий человек — это определённый уже такой вот сформированный мир, мировоззрение. И когда два совершенно разных, они вместе поют одну песню, это всегда очень интересно. Потому что не только тембрально, не только вообще вот понятие, понимание фразы, понимание там текста, понимание эмоций. Всё совершенно по-разному. И мне, ну, дуэты — это всегда очень интересно. Для кого ты пишешь песни, кроме себя? Пишу песни для... больше всего для себя. Но у меня есть песня от женского лица одна. Почему-то я начал писать, и такая она получилась как бы... Там... желала, там, искала. И ты не стал изначально переделывать и переформировать? Да, не переделывал. Я пытался под себя переделать, но оно не получается. То есть это реально для кого-то, для... И уже есть исполнитель у тебя? Пока никто её не спел. Да, пока её не спел никто. Это очень интересная песня. Тебе нужно предложить. Хорошо. Ну, друзья, кто нуждается в том, чтобы у него пополнялся репертуар, вот обращайтесь к Роме, он может писать... Песня очень хитовая получается, на самом деле. Для женского лица. Да, слова нужно поменять. То есть там есть пару моментов. Вот, там, о дожде что-то. То есть ты спокойно относишься к тому, что если ты что-то написал, и тебе кто-то говорит, о, мне не подходит, например, кто-то хочет спеть, могу поменять? Конечно, конечно. Ну, как бы это не то, что я делаю, это пачками, да, пишу песни для кого-то. То есть это просто иногда я могу это сделать. Сейчас моя дочь попросила меня написать песню. Вот Милана... А папе? Ну да, она очень... Она... Вот у неё какой-то дар есть. Она хорошо поёт, кстати. Она очень хорошо поёт. Вот то, что ты слышала, она поёт... Она первый раз пела в микрофон. То есть я с ней вообще не занимался. Просто замечательно. Просто голос такой. Да, и она попадает в ноты, что меня очень, ну, радует и удивляет даже. Потому что у меня есть много учеников, я преподаю. И есть ученики, которые я вот пытаюсь там работать над нотой, чтобы там дотягивали и так далее. А тут она просто попадает идеально в ноты и всё. Я ей тогда, мы приехали на базу репетиционную. Я порепетировал, а потом я говорю, хочешь попеть? Она, да. Я ей дал микрофон. И она вот это вот несколько дублей записал. Вот. Я высылал там друзьям, они говорят, вау. Ну, вообще, такое впечатление, что ты с ней постоянно занимаешься. Но уже она где-то на студии работала? Нет, она ещё не писалась. Она захотела, чтобы я написал ей песню. И вот, может быть, эту песню я дочери написал. Я не знаю. А наверняка у тебя есть где-то история такая самая интересная о написании песни. Как ты её писал, как ты сочинял? Что-то вот такое необычное? Ну, да. Есть песни, которые, как правило, они возникают... Ну, у меня есть песни, которые на заказ писал. Да, вот есть песня «Всиразум», гимн. Это есть такое движение большое в Украине, называется «Всиразум». «Всиразум за семью». Мне кажется, на заказ писать это не настолько интересно, нежели по вдохновению. И вот когда что-то тебя двигает внутри. Вот я об этом, да. То есть, ну, там просто мне нравилась сама тематика. Я очень хотел поддержать этот фестиваль. И как бы для меня это близко тоже. Я сам участвую в этом фестивале постоянно. Поэтому здесь как бы мне было это просто и приятно, и честь. Но, конечно же, когда ты переживаешь какие-то ситуации в жизни, потом это получается передать в песню, передать эмоции, передать чувства, передать какие-то мысли, какую-то переоценку, какие-то ценности там всё. Ну, в общем, это очень интересно. Поэтому иногда, когда ты долгое время не пишешь, накапливается то, что потом можно положить вот именно на ноты. Поэтому, конечно же, ну, это важно. Это важно что-то чувствовать для того, чтобы передать. Что-то есть у тебя какая-то история вот такая, которая занимательная или грустная, или совсем весёлая, или о том, когда ты писал. Вот именно такой процесс, который связан с процессом. Вот весёлую, расскажу историю, да. Это, что где-то, ну, мне было, наверное, лет 13, когда я написал. Я как раз тогда в церковь пришёл первый раз. И я написал песню, потому что я учился в музыкальной школе, я играл на гитаре, и я написал песню, она называлась «Хамелеон». Хамелеон. Ну, я читал много философии, и, в общем, эта песня была о том, что вот там меняешься, отроливали, там зависимость от ситуации, человек меняется. И она такая философская, глубокая песня. Но почему-то, когда я её исполнял, всегда люди, которые слышали эту песню и просили меня потом её исполнить, они называли её как миллион. Как миллион. То есть, ну, слово «миллион» для людей намного более благозвучно звучит, поэтому я всегда исполнял, говорю, «Хамелеон» – это не как миллион. Ну, просто, наверное, смысл всё-таки не сразу даётся понять. А припев всегда запоминается, то есть как миллион. А вот для тебя важнее, что, чтобы твои песни слушали или чтобы твои песни пели? Ну, мы на нашем сленге говорим «перепевали». Вот ты говоришь, песня хитовая, да? Обычно хитовые песни хотят перепеть. Мне кажется, что уже такой выше левел – это когда твои песни поют и переводят на другие языки. И вот это, конечно, больше всего вдохновляет. И у меня достаточно песен, которые поются, и мне люди высылают их, высылают видео, высылают какие-то аудиозаписи, что переводят даже на разные языки. На какие? Вот недавно мне сказали, что на польский перевели «Не приткнусь». Кто-то написал в Ютубе, да. Она переведена на украинский язык «Не приткнусь» песня. Это то, что мы с пастором Александром Шученко сделали песню. Очень она такая сильная, классная песня получилась. И она звучала хором, исполненная хором. Это в Фейсбуке кто-то выложил. Я даже не был отмечен, никто не был отмечен из нас. И кто-то тебе прислал. И кто-то мне или прислал, или я сам увидел, я не помню. Ну просто вот не из моих друзей кто-то выложил. Я не знаю, почему я ее видел. Может быть, на самом деле кто-то прислал. Не знаю точно, но не помню. Но там реально огромный хор поет эту песню. И там «Свои манеламты заповедов». Ну короче, все на украинском языке. И перевод сделан достаточно качественно. Очень. Я выслал сразу пастору Александру. Он говорит, что вау, и классно сделанный перевод. Ты переводишь песни на украинский язык? Свои? Ну или свои, или по просьбам. Ну не совсем. Иногда просят меня перевести, да. Просили, если перевести, не приткнусь. Ну не приткнусь, уже есть перевод. Мне кажется, что не так просто перевести песню. То есть теряется многое. Потому что, когда ты пишешь, что есть песня «Туби». Ну «Туби» есть. Окей, мне по поводу «Туби» тоже говорили. Есть «Вин пришов». Это рождественская песня. И я там пою «Вин пришел особо быстро до Теба». «Вин пришел, будто ему треба». И оно как бы звучит все так вот лаконично. И меня просили, часто просили, переведите, пожалуйста, на русский. Он пришел лично к тебе. То есть уже совсем по-другому звучит. То есть если ты эту песню видишь на украинском языке, ты ее исполняешь на украинском, то она как бы и родилась в этом. А если ты ее переводишь, ты уже как бы идешь против своей же воли. Ну как бы вот уже ты пытаешься ломать рифму. То есть если кто-то переводит мою песню, это чуть по-другому. Может быть мне даже более приемлемо, когда кто-то это делает, чем я сам. Потому что вот я ее так увидел, я ее так услышал, я ее так и записал. Какое самое необычное исполнение песни ты слышал? Своей песни. Кроме того, что ты услышал в Фейсбуке, когда большой хор исполнял твою песню. Да, да. Необычная. Ну бывает, у меня, например, было такое, что я пришла на служение неожиданно. Я не собиралась прийти, пришла. И программки у меня не было. Я не знала, какие песни будут петь. Сижу на служении, выходит одна певица и поет мою песню. Через одну песню выходит другая певица, поет еще раз, еще другую мою песню. А в конце служения третью песню, но которая не в моем исполнении уже звучит в Ютубе, то есть я писала, но исполняла другой человек. То есть три песни вот так на одном служении, я просто зашла в церковь. И для меня это необычно. Вот такой случай необычного исполнения. У меня такой интересный случай был, когда чуть-чуть от темы отойдем. В общем, я выступал там и спел свою песню «Если». У меня песня такая «Если». Я спел, потом подошла ко мне одна девушка и говорит, вот ты знаешь, говорит, я хотел сказать, что вот это исполнение, вот это лучше, что я слышала этой песни. Я говорю… В смысле? Интересно. Ну, говорю, спасибо большое. Мне очень, конечно, мне было приятно. А потом я, в общем, стою, ну, как бы мне было так чуть-чуть непонятно. А рядом стояла женщина, и она говорит, так это его песня. Она говорит, а это ваша песня? Я говорю, да, да, это моя песня. А, вот оно что. То есть мне было приятно, что она слышала разные исполнения. То есть как бы не этот… Ну, если бы она слышала одно, она бы сказала, кто-то там пел. Она сказала, что я разные слышала, и вот это мне понравилось. То есть мне было так приятно, что просто она много где ее слышала. И это, конечно же, очень приятно. Что меня… Ну, мне нравится, когда дети… Вот самое необычное исполнение, когда мне высылают… У меня есть подборка видео, ну, их до десяти этих видео. Я когда-то хотел это вставить в видеоклип. Может быть, когда-то это произойдет. У меня есть песня «Иллюзия». Она такая современная, качевая. Уц, 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 уц. Такая музыка. И детям нравится. Да, и дети очень любят. И дети пастырей консервативных церквей. То есть таких, где в церкви нельзя такого плана песню. Она очень правильный смысл у нее, но очень такая она резвая. Они поют эту песню постоянно. И мне многие пастыря высылают эти видео, и как они в машине поют, как они поют дома, прыгают по кроватям эту песню. Я говорю, до десяти, я не знаю, сколько их там, этих видео, но много. И что самое интересное, я служил в Словакии, я сейчас вспомнил, в католической церкви. То есть католики, там все, ну то есть вся такая музыка, там орган сзади меня был. И мне подошел один из лидеров и сказал, мы хотим иллюзию сейчас на служении. Говорю, как? Как иллюзия? Я говорю, не могу представить себе. У вас, говорю, тут для академической музыки все, для классики. То есть все серьезно там. А иллюзия, говорю, это вообще другое. Я не знаю, я, говорю, себя неудобно чувствую. Он говорит, все окей, поешь иллюзию. И я пел иллюзию. Да, да, я пел иллюзию. Я никогда бы такого плана песню там не спел. Они попросили, и людям очень понравилось. Ко мне масса людей подходила после служения, говорили, вау, спасибо огромное за эту песню, спасибо огромное. Есть разная музыка. То есть есть музыка для того, чтобы стать на колени и помолиться. Есть музыка для того, чтобы просто сидеть дома, там кушать что-то вкусное в кругу семьи, жарить там шашлык или там пить чай. Есть музыка, когда ты занимаешься в спортзале, и нужно какая-то более такая... Если эта песня имеет глубокий смысл, как в песне иллюзия, там говорится о том, что все в мире как бы имеет свое какое-то зерно привлекательности, но не все имеет зерно смысла и глубины. Там говорится о том, что это иллюзорный мир, что нужно не смотреть на то, что ты видишь, а понимать и чувствовать сердцем, что происходит на самом деле. То есть если в такой песне такой смысл, то пускай человек занимается там в зале штангой и будет думать о том, что вау, о чем-то серьезном. Два дела вместе, две цели. Ну да, поэтому я думаю, что разные стили, можно разными стилями музыки достигать людей. У тебя, мы уже говорили, да, ты сказал, что у тебя есть не христианские, не только христианские исполнители, но исполнители, которых ты слушаешь. На каких платформах? Как ты слушаешь музыку вообще? Какие ресурсы ты используешь? Как это происходит, когда... Как в течение недели, например, когда ты такой очень занятый человек, находишь время для того, чтобы слушать музыку? И как это происходит? Больше всего я слушаю музыку в машине, вот, конечно же, вот радиостанции, то есть, ну, так как в Киеве, да, то есть там есть радиостанция Relax, типа, там такая вот спокойная постоянно музыка звучит, и очень красивая там классика, я очень люблю классику. Ну, у меня академическое образование высшее, да, музыкальное, поэтому я уже переслушал там массу опер, там, я пою Самари из опер, то есть это был академический вокал, это моя база, это моя основа, поэтому я очень люблю академическую музыку, я очень люблю там Форстовского, Поворотти, там, Пласида Доминго и так далее, то есть вот эти вот исполнители, они всегда мне очень приятны. Ну, конечно, я слушаю совершенно разную музыку, да, но, как правило, так, чтобы конкретно сидеть и слушать музыку, то есть до этого дело не доходит, то есть это как фон, как правило. Или же, если кто-то выпустил песню из моих друзей, вот одна из песен, которая мне нравится, это твоя песня, вот, кстати, которую я тебе писал много раз, очень красивая песня, классно, классно звучит. Да, мне очень понравилось, и жена моя слушала. То есть вот, друзья, там, Брикса выпустил, там, или еще там, не знаю, кто-то из тех людей, с которыми я очень люблю проводить время и люблю их творчество. Вот я уже назвал нескольких, вот, то есть там Новый Русалим, да, мне нравится, вот этот Вадим Колоцей, который писал там многие песни, он мой друг сейчас, близкий друг, мы дружим с семьями, и, конечно же, я очень люблю его песни. Но вы живете не в одном городе. Ну, можно сказать, что мы живем в одном городе, он живет с одной стороны Киева, я с другой. То есть к нему ехать где-то 60 километров, но то он приезжает ко мне с семьей, то мы приезжаем, мы очень любим эту семью, он пастырь сейчас, у него церковь есть, он пишет до сих пор. Это он прямые эфиры видел? Он делает прямые эфиры, да. И он пишет песни поклонения сейчас. Я буквально месяц назад был у него, можно же меньше. Это он песню дочки твоей написал, которую она исполняла? Да, 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 это он написал, да. И я когда приезжал к нему, он садится за фортепиано, и он начинает петь песню. И он просто в слезах сидит сам, потому что он поклоняется. То есть настолько, вот мне нравятся его песни. И многие песни же мои, это он написал. И позови, это Вадима Колоцея песня, и письмо, и две половины, там много. По краю высоты он мне подарил не так давно. Он мне подарил эту песню, потом я записал альбом. Он мне позвонил, говорит, Рома, у меня есть для тебя подарок, песня. Это был для меня, наверное, самый желанный подарок на тот момент. А ты как-то занимаешься распространением своего творчества? Вот что ты для этого делаешь? И если ты что-то для этого делаешь, почему спрашиваю этот вопрос? Потому что на самом деле не так легко распространить христианскую музыку, если мы говорим о христианской музыке. И вот для тебя лично, какие сложности встречаются, или ты встречался с какими сложностями при распространении своего творчества? Ну, на самом деле, как бы, есть много радиостанций, с которыми я дружу, которые приглашают меня на эфиры и так далее. То есть я, когда выпускаю новую песню, они сразу же берут это все в эфир. То есть и в Украине, и в Америке много станций, с которыми... Ну, у меня дружеские отношения, и они говорят, когда новая песня, пожалуйста, пиши нам, мы хотим участвовать. То есть не они тебя, а ты их ищешь? Ну, по-разному, по-разному. Иногда, когда мне пишут, они видят, что где-то вышла песня в Фейсбуке, они пишут, что мог бы ты скинуть нам песню, пожалуйста. То есть у меня было так часто. Но есть, как правило, вот я выпускаю песню, когда еще никто не знает, я потом пишу на радиостанции, что вот у меня есть песня, она вышла вот так-то, называется. И мне говорят, о, спасибо огромное, давайте мы уже презентуем, приходите в гости. Сейчас онлайн презентация, я презентовал на светлом радио в Киеве нашу песню, кстати, дуэт, но я не знаю, выходили они с тобой на связь или нет? Я, да, они, я думаю, что... Был эфир прямой, да? Прямого эфира не было, но мы говорили. А, окей. Да, то есть они... И вот есть станции, которых очень много людей слушают. Я очень уважаю радиостанции, потому что часто, особенно в Украине, не знаю, как здесь, но в Украине есть одинокие люди, которые живут этим радио. То есть это у них, как на украинском мове, промень такие, промень светла. Луч света. Лучик света дома, да. То есть он постоянно говорит, круглосуточные люди не чувствуют себя одинокими. И поэтому я очень уважаю эти станции и всячески, чем возможно, я их поддерживаю. Я даже записывал на светлом радио целую программу, цикл передач, я начитывал. Ну, согласись, что радио вообще-то не все слушают. Вот процентов... Я не знаю, не будем даваться процентное отношение, но это не покрывает весь мир. Однозначно, однозначно. А если говорить вообще вот таком в глобальном масштабе? Не, ну, конечно. Такие платформы, как там Spotify, YouTube. То есть у тебя есть там музыка? Конечно. Почему я спрашиваю? Я жду от тебя этот ответ. Современные эти все... Да-да-да, это все есть, конечно же. Это все есть, и это работает. Но я очень рад, конечно же. Ну, и все эти соцсети, да, то есть там Instagram, Facebook, это тоже работает. У нас даже вот, когда мы выпустили клип на пасхальную песню на прошлую Пасху, то там за двое суток было около 300 тысяч просмотров этого клипа пасхальной песни. И до сих пор ее там... Сейчас Пасха, то есть я думаю, что сейчас будет очень много людей слушать и делать шер. Поэтому... А как процесс вообще работы над песней проходит? И как долго, как сложно? Ну, как правило, последние песни, которые я написал, я написал очень быстро. То есть вот, допустим, вот сегодня, ну, я думаю, что, наверное, завтра будет уже презентация клипа на новую песню. Называется «Он за тебя страдал» на слова Тани Миронец. Вот. Это мои друзья, очень классная семья. Вот. И она поэтесса, она пишет стихи. Вот. Просто она выслала этот стих, и я написал песню. Таким же образом, я написал эту песню за две минуты. Пока дочитал до конца и написал до конца. Я просто перед сном был уже два часа ночи в Украине, да, уже ложился спать. Я был на первом этаже, сидел с гитарой и взял эти слова, положил перед собой и включил диктофон. И то, что я напел, вот это и есть как бы эта песня. Ипровизация. Да. То есть я просто, вот как бы сразу этот текст, эта рифма, она легла на те аккорды, которые я взял. Ну, я тебя понимаю, потому что у меня тоже было, когда я дочитала сначала до конца песню, ну, как стих, жизнь как роза, у меня уже в голове была мелодия, но у меня гитары, пианино не было, я его отложила, думаю, ладно, потом. Бывает такое. Да, да. Если Алекса говорить по поводу постарайся Шевченко, песню не приткнусь, то я, наверное, за полчаса написал, где-то, может, 35 минут. Вот. Я написал куплет, а потом хоп, и сразу пошел припев. То есть вот написание песни чаще всего происходит от наличия слов. Когда есть слова, ты понимаешь эмоционально, какая должна быть песня, ты понимаешь, ну, в каком стиле она должна быть, и как бы это минор или мажор, ну, как правило, минор, то есть почему-то мне ближе. Хотя на самом деле в жизни я очень мажорный человек, то есть мне люди, которые на сцене меня видят, не знают меня лично в жизни, но они думают, что я такой очень, ну, потому что философ там, тролльвали. Но люди, которые меня знают, вот мои родственники, я недавно просто услышал, Толя, это моей жены брат родной, он сказал, говорит, ну, как бы более веселого, радостного человека я не знаю. Мне было так интересно услышать от него это, потому что он меня очень давно знает. Поэтому, как бы, написание песен при наличии слов, это всегда проще. Но если нет слов, ну, как бы, иногда бывает такое, что мелодия, а потом ты уже пишешь слова. Но это, мне кажется, чуть сложнее путь, как для меня. Ну, вообще, твое творчество, если наблюдать за твоим творчеством, оно очень плодотворное. Спасибо большое. Оно во многих направлениях работает. И на самом деле, мне кажется, кажется, что каждый музыкант, он бы хотел, чтобы максимальное направление, вот, охватить максимально направление именно с творчеством своим, потому что ты работаешь в благотворительных проектах, очень много участвуешь. И не только там ездишь по странам и исполняешь свои песни. Но есть что-то такое, чего тебе не хватает для того, чтобы быть максимально еще более плодотворным? В том, что ты делаешь, в том, что бы ты хотел сделать или добиться каких-то таких максимальных целей. На такой вопрос всегда есть тривиальный ответ. Для того, чтобы записывать как можно больше песен, записывать как можно больше видеоклипов там и так далее, то есть, как бы, для этого нужна база в плане того, чтобы можно было привлекать аранжировщиков, клипмейкеров там и так далее. А это все не так просто, потому что упирается в финансовые какие-то вопросы. Окей, расскажи. Если говорить об этом. Раз мы об этом сейчас, раз ты затронул эту тему, как проходит процесс работы? Вот от начала написал ты сегодня песню. Я написал песню, высылаю песню на студию. Я работаю с очень хорошим аранжировщиком. Высылаю в каком виде? Просто под гитару пою и все. Записал на диктофон. Я записываю на диктофон, под гитару и высылаю своему звукорежиссеру. Алексей Гинкул. Мы хотим сказать то, что Рома не пишет аранжировки. Я думаю, что а, певец, он написал аранжировку, сам написал песню. Так не происходит. То есть у тебя есть человек, который работает вместе с тобой в команде, в творчестве. Да, он меня знает хорошо, он знает мою стилистику, он говорит, что он уже знает меня. Он тебя чувствует. Он меня чувствует, да. Какой мне нужен стиль. Как я вот, где мое? И когда я пишу песню, я высылаю ему, и он мне пишет, да, это хит. Все. Или он просто никак не реагирует. То есть, ну, да, нормально. Бывает и такое. Я как бы совершенно нормально к этому отношусь. И потом занимает некоторое время. Потом, конечно же, он говорит, Рома, да, жди. Ну, там у него, допустим, занятость, там все. И проходит какое-то время, и, конечно, он высылает потом пробный вариант. То есть, я вижу так, как тебе. Если я нахожу в этом, ну, мне это нравится, я нашел себя в этом, в том, что он сделал. То, конечно же, потом, ну, мы продолжаем. Он делает куплет и припев, а потом продолжаем, и через какое-то время он высылает уже полностью готовую песню. Ну, мы уже работаем там, я уже там здесь скрипки добавь, там, то сделай, то, что я уже начинаю чувствовать, видеть сам. Вот. Но, конечно же, этот оранжевщик, он ожидает там предоплату, деньги, все. То есть, это, ну, да. И предоплату тоже ожидают некоторые люди. Да, да. Поэтому не все, да. Если говорить... Некоторые после продукта, некоторые половину сразу платишь, половину потом. Да, я всегда... То есть, мы рассказываем вот такие детали уже сейчас. Конечно, конечно. То есть, всегда люди... Ну, то есть, это его работа. Это его работа. Это его работа. Я прекрасно его понимаю. У меня песни крутятся на радиостанциях, ну, секвилар, обычных радиостанций. Не имеется в виду на церковных или христианских, а на станциях, где там может сотни тысяч людей слушать радио. И для меня это огромная честь, что я могу солить несоленое, перчить не перченое. И после того, как ты... Поэтому надо качество, а туда не заходят песни, которые будут записаны, ну, как бы в других условиях, не на уровне, да. То есть, я работаю с Лешей. Его многие песни, его там разные какие-то проекты, они на больших радиостанциях. То есть, я не буду назвать название станции, но на самых топовых станциях мои песни звучат, и мне это очень приятно. И, конечно же, чтобы попасть на них, нужно качество, а за качество нужно платить. И что потом? Ты получаешь готовую аранжировку, после чего ты продолжаешь репетировать песню, когда она у тебя уже в голове звучит, ты идешь на студию и... Записываю вокал. Все, потом делаем сведения. Сколько времени занимает для тебя записать вокал? Совершенно по-разному. Смотри, какая песня. Дольше всего сколько ты писал вокал? Ну, может быть, даже несколько приездов на студию. Были песни, когда вот я пою, и мне кажется, что мне нравится, как я спел. Я очень, на самом деле, перфекционист. Это моя тема, это знает только, ну, Леша, наверное. Ну, как бы те люди, которые со мной работали, они это знают. То есть я меняю какие-то кусочки, какие-то ноты, которые вообще, ну, как бы звучат совершенно нормально для всех. Тебя должно все устраивать до мелочей просто. Да, да. То есть именно в моем, именно в вокальной партии, вот если мне нравится полностью все, тогда я... Я так и поняла, ты три раза переписывал вокал на моей песне. Да, да. Если мне что-то не нравится, это не означает то, что я где-то там мимо нот спел или еще там, вообще вопрос не в этом. Эмоция. Эмоции. Что-то другое. Подача. Манера. То есть каждая песня, она имеет какую-то определенную свою манеру. И как бы если я спел в одной манере, а она как бы мне не нравится, то я буду перепевать. Я потом... Мы слушаем, то есть Леша мне высылает то, что мы сделали. Я слушаю, проходит время. И потом, если мне нравится, тогда все окей. А если я вот слушаю, понимаю, что это все-таки не то. Но бывает, бывает такое, когда мне незнакомый стиль, ну, как бы я работаю, ну, в разных стилях. Если стиль, в котором я раньше не писал, и меня приглашают спеть эту песню, и я там не знаю, как надо звучать. Я вот спел, если они говорят, да, это оно, я говорю, окей, все. То есть я не буду перепевать. Есть песня, вот я не так давно выставил, кстати, даже где-то там в соцсети. Она не моя, это не моя песня, но нашли меня, я не знаю, «Елена с Америки» или где эта песня, да. И они искали исполнителей в разных странах, чтобы ее спеть. Чтобы эту песню пели на разных языках. И они искали понравившихся им певцов. И вот как бы их выбор становился на мне, с Украины. И я спел ее на украинском языке. То есть ее перевели, на украинский мне дали англоязычную версию. Ты уже можешь сказать, как называется эта песня? Может быть, людям интересно? Уже проект закончен? Или он еще работал? Да, я же выставлял недавно. Надо вспомнить. Сейчас вспомню. Она в стиле кантри. Вот она в стиле кантри. И я просто в кантри не пел никогда. Я спел вот как спел. Она есть на твоем канале или нет? Нет. На ютубе? Я не знаю. Я ее хотел даже в альбом взять, но я не знаю, могу ли я брать. Я не знаю, как связаться с этими людьми, которые основные. Если копирать тебе позволяет использовать, да? Ну да. Ты просто не уверен был. То есть я не знаю. То есть мне надо с этими людьми, которые сами заказывали, это вот с ними связаться. Давай вернемся к тому, как ты на студии записал песню. Просто я хочу довести вот для зрителей и рассказать до конца, как этот процесс проходит. То есть это не то, что сегодня ты написал и завтра уже получил готовую песню. Все это процесс, это все время занимает очень много. Это может быть неделя, это может быть месяц и проходит. Да, вот получил ты, вокал записал черновой, оставил его в студии. Например, ты работаешь в одной студии, правильно? Ты приходишь, и тут же тебе обрабатывают вокал, ты пошел домой, и остался, Леша, обрабатывать твой вокал и работать над тем, над миксом. Я работаю немножко по-другому. Я записываю на студии или дома свой вокал и отдаю вообще интерактивно, работаю на расстоянии, отсылаю сухие треки. Но все это занимает время. После того, как песня уже ты слушаешь, песня тебе нравится, микс нравится. Что дальше? Все, выходит песня, потом проходит какое-то время. Как выходит? Как ты бы хотел презентовать песню максимально для аудитории? Ну, конечно, хорошо это делать вообще в идеале. Вот как я презентовал раньше, когда не было пандемии и так далее. То есть я собирал людей, делал презентацию песни, или презентацию клипа. Мы делали такой ивент, то есть люди собирались, мы пели чай. Такой маленький концертик. Да, да, да. Приглашали этих журналистов с разных телеканалов, радиостанций. И они приезжали, то есть мы делали такой небольшой концерт. И потом это людям интересно. Сейчас это делают и онлайн-трансляцию, в соцсети и так далее, когда такое происходит. Но это хорошая презентация. Вот так. На что уходит твое свободное время? Вот сейчас его очень-очень мало. Хотелось бы, чтобы на что-то уходило. Мы просто уточним, что сейчас это когда ты в гостях здесь в штате Вашингтон, в Сиэтле. Да. На самом деле в Украине так же. То есть достаточно плотный график у меня был. Может быть, иногда бывали какие-то такие вот окна, где я мог заниматься своим любимым делом, кроме музыки. То есть я люблю еще проводить время со своей семьей очень много. То есть мы любим вместе где-то отдыхать. Мы можем вместе даже дома находиться просто и делать какие-то интересности с детьми и так далее. То есть я очень люблю проводить время в семье. Хобби я занимаюсь спортом. То есть я очень люблю спорт. Я люблю джим, то есть зал. Я постоянно хожу. И вот даже в Киеве я же говорю, что у меня бывает такое, что проходит неделя за неделей. Я не могу попасть, потому что нет времени. И иногда я прихожу в зал на 20 минут. И вот эти вот тренера, которые там работают, они всегда так на меня смотрят. Последнее мое новшество ноу-хау. Это я не переодеваюсь в зале. Потому что у меня нет времени переодеться. И я просто прихожу, я только меняю обувь, потому что там нельзя в обуви с улицы заходить. Я захожу в джинсах, ну в пиджаке не был, но в кофте там или в рубашке. И на меня все люди смотрят, потому что там все переодетые. В шортах там, спортивных. У меня когда тренер как-то спросил, один, ну я занимаюсь без тренера, там просто ходят тренера. А я говорю, ты знаешь, у меня просто нет на это времени просто переодеться. И все, потому что я вылетаю, я оставляю машину, недавно оказалось, там приехал какой-то грузовик, я оставил машину прямо на его месте. Ну в общем, времени нет. Я не удивлюсь, если ты скажешь, что ты ешь по дороге на работу или в машине, просто на светофорах. Я этому совсем не удивлюсь. Да, бывает такое, что ем по дороге на работу, бывает такое, что не ем вообще, потому что, ну как бы некогда. Ну это хорошо, интервальное питание. Да, воду главное пить, да, не забывать. Поэтому и в Киеве тоже бывает такое часто, что не бывает времени. В джиме я занимаюсь 20 минут иногда, и потому они смотрят на меня, что ну хотя бы 40 нужно быть. Так что бывает по-разному, да. Поэтому, что бы я хотел, ну да, чтобы вот реально, может быть, чуть-чуть больше было, на пару часов больше. В сутках, да. Ну конечно же, когда наступает момент, когда у тебя появляется время, то человек, который всегда занят, да, когда постоянно какое-то движение, для него это время, когда оно вот день, там, второй, третий, уже ты просто, я знаю таких людей, сам, наверное, такой, что он уже не находит места, ему уже все равно дальше, какой-то кач, какое-то движение, что-то. То есть ему, когда много свободного времени, это тоже не то. Ну ты же ведь не, ты же ведь не только музыкой занимаешься, правильно? Да, я преподаю. Ты преподаватель. Да, я преподаю ученики, даже сейчас я преподаю. То есть там у нас 10 часов разницы, и в 17.00, получается, у меня это 7 утра здесь, то есть у меня ученики. Я иногда, у меня уже там до 9, то с каких я занимаюсь, потом еще какое-то время, там у меня один ученик, вот вчера был в 10 часов вечера, по Киеву, по Киеву в 10. То есть здесь было 12 часов дня, ну как бы 12 п.м., а там было 10 часов вечера, и папа его совершенно нормально отреагировал, он говорит, окей, конечно, занимайтесь, не вопрос. Ну на самом деле, ты очень хорошо подготовился к пандемии, что ты настроил работу онлайн со своими учениками. Что ты учишь? Я преподаю гитару, вокал, ну сейчас больше всего гитара, я сам люблю петь, ну вот преподавать, я даже учил людей, они поступали в университет, и поступили, я готовил вокалистов, вот, но для меня, ну как бы очень люблю вокал, очень люблю петь, но преподавать, это очень сложная работа. То есть я беру иногда учеников, я занимался там с певцами некоторых групп, даже известных групп, вокалистов я, ну учил, но это я не делаю часто, то есть вот гитара, да, а вот вокал не часто. Это скорее не правило, а исключение. Иногда мне концерт проще спеть, чем сделать несколько уроков по вокалу. У меня была одна девушка, как-то я преподавал ей вокал, и мне постоянно приходилось петь для нее фальцетом, потому что, ну я переходил на ее тисситтуру, и потом через какое-то время у меня начал болеть кадык, потому что он постоянно поднимался на какие-то... И ты закончил все занятия. ...несоизмеримые высоты. И, ну, просто мне было некомфортно, я постоянно чувствовал, что некомфортно. Какой возраст твоих учеников, это просто мне интересно, потому что я тоже работаю с детьми. Да. Где-то с семи лет, и бывает разное, там, по двадцать, и... Ну, тебе тоже в начале, например, первых месяцев три, два-три более сложно, чем потом? Потом уже по накатанной, да, с каждым. Ну, по-разному. У меня просто уже опыт большой. Я уже где-то двадцать... Ну, двадцать четыре года, наверное, преподаю. Двадцать четыре года приблизительно. Слушай, вот как у преподавателя, можно у тебя спросить, как ты относишься... Не то, что как ты относишься, как ты видишь этот термин поставить голос ребёнку? Угу, угу. Что это такое? Ну, странно, ребёнку, да, ставить голос, мне кажется, что у ребёнка ещё будет мутация, то есть проходит мутация в определённом возрасте. Поэтому ребёнка просто нужно, ну, научить интонировать, если у него этого нет. Ну, я же говорю, есть дети, у которых есть. Я не знаю, как, но вот у моей дочери это есть. То есть я даже её, ну, не пытался учить интонировать. То есть я ей сказал, вот она начала петь, и она чуть-чуть, некоторые ноты были не на месте. Я говорю, слушай, там чуть-чуть ты пела, не совсем чисто. И она спела второй раз идеально. Я говорю, ну, то есть я ничего не делал. То есть я думаю, что просто правильно направлять ребёнка, как бы, чтобы ему было это интересно. Не загрузить, чтобы это не было рутиной для него. Не заставлять. Если ребёнок сам проявляет интерес, вдохновлять его примерами таких же детей, которые поют, они успешны в этом. Детям это нравится. Дети любят, когда им хлопают, когда на сцене. То есть вот моя Миланочка, она на фортепиано играла тоже. И когда ей хлопали, она одевала красивое платье, ей очень нравилось. Она не ожидала этого, когда первый раз сыграла на концерте, она говорит, о, папа, мне так понравилось, когда они сидели, говорит, все хлопали виза. Ну, классно. То есть это детей вдохновляет. А голос — это как мышцы. Его нужно качать. То есть нужно постоянно заниматься. Если ты теряешь две недели без занятий, ну, я себе говорю. У меня было когда-то то, что я пел сольный концерт, и несколько недель до этого не занимался вообще. То есть я пел в Словакии сольный концерт, и где-то через несколько песен я не смог петь вообще. Я попросил спикера выйти, и он на сцене начал что-то просто разговаривать с людьми. Я стоял и не знал вообще, что делать. Молился, пил воду, и как-то вот благословил, что да, голос вернулся. Просто начал пропадать голос, потому что у меня высоченных, у меня есть песни, где там у меня ля бемоль, это мои рабочие ноты в песнях. То есть это высокая очень нота. И низов у меня достаточно. Особенно туби, у меня там есть очень низкое место, что я как-то пел на одном концерте, мне звуко-аджесер Марина Адольская, по совместительству ее муж, это заслуженная артистка Украины, очень хорошая певица, он подошел ко мне и говорит, где у тебя эти ноты? Говорит, откуда они у тебя? Говорит, ты же не такой круглый. Говорит, где, откуда они у тебя взялись? Мне было приятно это слышать. Ну то есть, конечно же... Тренировка. Да, 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 постоянная. Вот если ты постоянно в форме, ну там день-два можно не попеть. И то, и то. Нюансы свои есть. Постоянно заниматься. Ну твоя школа, это прошлая школа. Или ты продолжаешь как-то повышать свой уровень вокала еще с какими-то тренерами? Я видела, кстати, с Ириной Цукановой у вас фотографии. Она у вас такой очень достаточно авторитетный тренер в Украине. Да, Рула, да. Она как певица сейчас тоже. Да, и она, конечно же, ну, наверное, из профессиональных, таких вот серьезных, уровневых преподавателей вокала, ну, я считаю, что она номер один. Ну, в моем понимании, вот именно на той территории, где я живу, как бы, да. У нас есть песни, мы пели вместе, по-моему, это или рождественская, или пасхальная песня, где Ира Цуканова поет тоже. Там я пою, Ира поет еще пару певцов. Мы репетировали, я не помню, записали мы ее или нет, ну, точно. В общем, мы в разных концертах участвуем с ней все. Ну, я не учился нигде в школе, но я приезжал к ней в школу, она... Информинейшн была. Я у нее в школе занималась четыре года назад. Серьезно? Я брала с Ириной год уроков. Да, так что мы тоже знакомы. Класс, класс. Я школу не очень хорошо знала. тоже сейчас его нет. К сожалению, это... Да, ковид. Сложно об этом говорить вообще. Да, очень молодой человек был, очень классный. Продюсер ее. Да, он занимался ею, да. Вот поэтому вокалистов, ну, таких вот профессиональных, сильных наших, я имею в виду верующих людей, которые преподают, ну, вот, наверное, о ней... Ну, как бы ты не зря начала говорить. То есть она, наверное, в топе, если говорить из нашей. Ну, по Украине я даже... Я думаю, что... Ну, она занимается с топовыми артистами. То есть из просто сцены, обычной сцены. Вот. Если мы будем говорить о путях развития или продвижения музыки, как ты думаешь, вот, на твое мнение, какие самые прогрессивные пути или методы развития христианской музыки или не только христианская? Ну, мы, наверное, будем больше сейчас о христианской говорить, потому что другая музыка имеет чуть-чуть другую и аудиторию, и тех людей, которые над ней работают. Вот в нашем всё-таки кругу не сильно это... Нету этого знаний по этому. Может быть, если бы ты поделился, вот что знаешь ты об этом? И как ты думаешь? Какие ты видишь пути развития? Ну, я думаю, что... Я ещё не всё знаю, как это нужно делать. То есть я как исполнитель. Ну, твой опыт, да. В идеале, конечно, иметь команду там продюсеров, там, пиарщиков, каких-то медиаресурсов, где бы ты смог это делать. Но у меня этого нет. У меня есть просто там, ну, друзья, которые мне помогают. И есть... Волонтиры, которые готовы с тобой вместе делать то же самое, что и ты. Они просто... Им нравится творчество, им нравится то, что я делаю, им нравится то, что хотят иметь какое-то отношение к моему служению. Потому что, как ты сказал, я принимаю участие во многих социальных проектах. Просто сейчас тоже время такое. То есть, ну, я до сих пор проведаю там интернаты есть, которые постоянно там бывают. Но часто ты это делаешь? Довольно-таки... Ну, можно всегда, всё можно, ещё чаще там и так далее можно делать. Но я имею в виду, что я хочу, чтобы мои песни, они служили людям. То есть, когда я вижу, что дети поют, когда это помогает мне, вот даже люди, которые там интернаты, где дети нездоровые, да. То есть, они... Я приехал, и они сидят, ждут. Он говорит, Рома, это так необычно, что они тебя ждут. Они знали, что ты будешь, они тебя ждут. То есть, что они хотят... Они даже понимают, что ты приедешь. Это уже там... Это говорит о том, что не первый раз ты там. Да, да. Ну, потому как бы, конечно, ну, не только церковь, да, не только в церкви, а именно там, где мы нужны, как написано, идите и научите. То есть, не сидите, а идите. То есть, вот, я стараюсь идти там, где открыты двери. То есть, там, где могут... И то, что вот некоторые песни, которые звучат на радио, они дают возможность выхода на большие площадки. Ну, как говорят, светские, пусть кому-то это слово не нравится, но это площадка просто, которая имеет огромную аудиторию. И для меня огромная честь бывать там, на таких площадках, потому что тогда эти песни слышат люди, которым это еще больше надо, чем нам. То есть, для христиан это как вдохновение, там, назидание, там, еще что-то. А там это может быть как путь вообще. То есть, человек, вау, интересно, а почему, как? Никогда не задумывался и не включил бы специально, а здесь пришел на концерт и услышал. Я недавно был, исполнял, в общем, меня пригласили на одно мероприятие такое, и я под гитару просто пел, и там были, ну, политики, то есть, очень серьезные люди, известные. Вот. И я пел песни «Не приткнусь». Я пел, я возвращаюсь. Это песня конкретно о Боге. Ну, я пел «Чернобрывцы» тоже. И я видел реакцию их на эти все песни. И мне потом подошел человек, он очень серьезный, он говорит, слушай, ты когда пел, говорит, у меня внутри просто вот что-то, говорит, такое происходило. И для меня вот эти слова, они имеют очень колоссальное значение. Понимаешь, о чем я, да? То есть, я понимаю, что это работает. Я когда, мне вот выслали сейчас, я сейчас выслал, кстати, в Фейсбуке, из Финляндии. Я был в туре, ну, несколько раз был в туре в Финляндии, пел много где. А там разные люди были, ну, оцирковленные, не оцирковленные на этих концертах. И диски, то есть, написали мне письмо, что мы подарили диски каким-то людям, вот, и эти люди, ну, финны, слушая твой диск, она типа, или он, или она, короче, плакали постоянно. И они не понимали, почему. И потом он им объяснил, что это Дух Святой воскасается, что вот ему очень нравилось, и они плакали. То есть, они не понимали вообще ни одного слова, потому что это финский, там, по-моему, там даже на английском не было песен на том диске. Духовность песни просто была. Просто я верю, что музыка несет, что это духовная составляющая, как бы, то есть, даже без слов, даже когда слов нет, вот как Бах писал, вот эти партии-то разные, там все, он же посвящал это Богу. Поэтому вот это вот мне приносит огромную радость и вдохновение, когда я вижу, что эти песни служат. Такая мысль у меня сейчас пришла. Вот если бы ты вернул время вот на 5-10 лет назад, и возьму любой отрезок, который тебе удобно, что бы ты делал по-другому в том, чтобы твое творчество сделать еще более широким? Или в любом направлении, вот что бы ты делал по-другому, сравнивая то, как сейчас и как было бы до этого. Наверное, участвовал бы больше в этих конкурсах всех таких, Голос страны, там, Х-фактор и так далее. В конкурсе. Я думаю, что это полезно. Ты не оговорился, что именно в конкурсах. Твой интерес в конкурсах, почему? Вот я понимаю, почему, но, может быть, многие не смогут понять. Это конкурсы, да, или что-то такое? Да. Ну, конкурсы. Да, вот я бы участвовал. Потому что это очень хорошая платформа для популяризации своего творчества. То есть можно петь то, что там хотят, но потом люди начинают интересоваться, кто это вообще. Если ты становишься паблик больше для этих людей, там, в телевизоре появляешься и так далее, люди будут интересоваться, а кто это? И когда они начинают видеть, что у тебя песни, которые, вау, они там, их много на самом деле, и они там о Боге. Мне кажется, есть кто-то, кто участвовал в это. Конечно. Копытин, Антон, это мой друг хороший, он с Киева. Мы тоже участвовали в разных концертах вместе все. Он очень хорошо поет, молочиной, и он победил в этом конкурсе. Еще есть люди, друзья мои, которые участвовали. То есть это очень позитивный фактор. И сейчас даже продюсеры, многие говорят о том, что это самая простая платформа, потому что ты не вкладываешь в это деньги, потому что за тебя это делают. И медиаресурсы, и то, и все, если ты попадаешь туда, это такая большая, огромная махина, они там в своем совершенно заинтересованы, но ты можешь заинтересован быть в своем и получить от этого определенные дивиденды. То, что это количество людей, огромное, которые там миллионы могут быть просмотров, они могут интересоваться уже твоим творчеством, типа, вау, а кто це? И будь смотреть твои песни, и эти песни будут работать еще больше. Как насчет Ютуба? Вот сейчас очень развит Ютуб, то есть, бабушка, дедушка, телефон. Я есть в Ютубе, да, у меня есть канал, но он как бы не сильно развит, я этим особо не занимаюсь. И, конечно же, это нужно, для этого нужно... Это минус, который бы, если бы пять лет назад вернуть время, наверное, ты бы, может быть, больше времени посвящал. Да, конечно. Ну, не знаю, я даже сейчас не успеваю выкладывать там в тот же Инстаграм сториз, да, то есть, мне говорят, выкладывай побольше, люди хотят, мои друзья хотят, чтобы я больше выкладывал постов. Я эти посты выкладываю в три часа ночи здесь, потому что, ну, не хватает времени просто. И так же и в Киеве очень часто. Где-то концерт прошел, там, фестиваль прошел, все, и я такой уставший, что мне просто нет, мне даже нет желания этот телефон взять и начинать что-то куда-то загружать. Ну, я тебе скажу, если брать социальную активность и активность в соцсетях, то у тебя довольно-таки сильная активность по сравнению с другими исполнителями. Так что тебе в этом надо отдать должное. Но скажи, насколько ты доступен? Вот там в соцсетях уже наш разговор как бы подходит к концу. Если кто-то заинтересовался твоим творчеством, может быть, у кого-то есть какие-то предложения к тебе о помощи, может быть, кто-то, ну, элементарно желает перевести песню твою на какой-то другой язык. Конечно, я всегда открыт. И как с тобой связываться? Как можно? Какие есть уровни доступности? я имею в виду, что насколько с тобой легко связаться и где. То есть Инстаграм, там Фейсбук, да? Да, Фейсбук, Инстаграм, конечно, это всегда, всегда я там и как бы мне пишут часто люди туда. Вот. И у меня есть паблик-страница в Фейсбуке, есть моя личная страница, которая, ну, я же говорю, что она переполнена, поэтому я там удаляю иногда людей даже, которых я совершенно не знаю для того, чтобы добавить. А есть паблик-страница, куда можно добавляться постоянно, но я не так часто тоже ее веду, к сожалению. Но буду, буду. Тебе нужно взять администратора, который... Да, мне говорили об этом. Я же жене предлагал, да, она пыталась заниматься, но она тоже занята сейчас. так что, друзья, кто заинтересован, просто поддерживать Рому, Ващук, для того, чтобы его творчество было доступнее более для всех, пожалуйста, можно обратиться, и какая-то, мне кажется, поддержка всегда будет кстати. Да. Кстати, если, мне кажется, это очень хороший момент, если твои песни будут кто-то делиться твоими песнями или твоими клипами, как насчет этого? Ты не хочешь ничего сказать? То есть, ты выставил новую песню, пожалуйста, вот, если людям нравится, чтобы они... Да, но я никогда не пишу этого, делитесь моей песней, или там еще что-то там. Почему? Пожалуйста. Потому что, ну, как бы, я не хочу никем манипулировать, то есть, разные люди видят по-разному это. То есть, когда ты людям говоришь, что делать, ну, как бы, у них есть воля выбора, то есть, они сами принимают решение. Если людям нравится песня, они будут это делать, если нет, они не будут этого делать. А так получается, он еще не послушал, а он уже видит, пожалуйста, поделись там, трали-вали, и так далее. Ну, как бы, не знаю, я так не делаю. Может быть, может быть, это нормально, но, не знаю, почему-то я так не пишу, что делитесь. Мне не совсем комфортно. То есть, у тебя свой уровень комфорта на этом. Ну, может быть, да, но я не пишу свои карточки, да, то есть, я один раз проэкспериментировал. ну, как бы, у меня нет нигде никакого, ни на сайте, ни на фейсбуке. Если вы зайдете, посмотрите, я нигде не прошу денег. Хотя, они очень нужны для записи песен, и так далее. Но мне неудобно сказать, там, вот, вы знаете, там, для того, чтобы я выпускал следующую песню, давайте, там, вот, у меня есть там какой-то аккаунт, там, PayPal или еще что-то. Нет, у меня не PayPal, ничего, и так далее. Но мне иногда говорят, слушай, мы хотим, чтобы ты выпускал больше песен, ты мало их выпускаешь. Я говорю, ребят, я понимаю, я бы выпускал песню в неделю, поверьте. Это бы я бы писал. Если бы для этого был ресурс. Если бы была возможность, конечно, вот, просто я бы, это не говорится о том, чтобы я, там, эти деньги на что-то другое выпускал. Вот именно конкретно бы мог бы, да, на свое служение, там, покушать и записать песни. К примеру, да. То есть, я люблю это, это мое. Но я как-то... И мне когда-то сказали на радио, я был в эфире, и мне сказала ведущая, ну, большой станции, она говорит, а почему бы вам не вывесить свою карточку? Я вывесил. В этот же день я вывесил свою карточку. Просто вот именно экспериментирую. Но я ничего не написал. Не было никакой следовательной истории, типа, ой, пожалуйста, дайте, не знаю, за что писать, там, тролливали, на хлеб, там. То есть, я ничего не писал. Я просто выставил песню и написал, что, если вы хотите, по-моему, даже наша песня, да, ты сможешь, и я написал, как раз она вышла, была презентация на радио. Если вы хотите поддержать. Да, если хотите поддержать творчество, выпуск новых песен, чтобы конкретно на эту... То вот карточка. И как эксперимент. Вот у меня много друзей в Фейсбуке, ну, большое количество. Ну, вот, интересно тебе, кто отозвался? Да. Никто. Подожди, никто, но это я сейчас говорю, никто, это, ну, как бы отозвался один человек. Но этот человек, это мой родственник. То есть, в принципе, если говорить о людях, которые вот просто... Посторонних, вот просто слушатели незнакомых. Да, никто не отозвался, то есть, никто ничего не выслал. А мой родственник, который, как бы, мы не так часто с ним видимся, и он увидел это, и буквально мне вечером приходит на карточку определенную сумму, и я вижу фамилию, это мой родственник. То есть, это, вот это вот, ну, меня это немножко удивило, на самом деле, ну, не знаю. Ну, по поводу того месседжа, когда, когда, например, люди пишут, делитесь песней, если вы желаете поддержать моё служение. Я думаю, что это, наверное, может быть, когда мы рассматриваем в какой-то... с другой стороны, это может казаться как-то странно, но если просто человек включил песню, и он, ему понравилось, но, может быть, он не знает, ему нету идеи, как он может тебя поддержать. Вот этот месседж, если вы желаете поддержать моё развитие творчества, вы можете поделиться этой песней. Это, человеку не надо для этого делать донейшн, не надо никакие ресурсы свои тратить, он просто нажал ссылку и разослал песню другим, и так расширяется это творчество. Мне кажется, вместо карточки проведи эксперимент в следующий раз. Может быть, может быть, да. То есть я не вижу в этом негатива, но как-то вот я такой человек, то есть у меня... Сильно скромно. Не знаю, да. По-разному могут меня видеть, но так есть. То есть я реально так и не делаю. Мне как-то неудобно, да. У меня по поводу манипуляций этих каких-то моментов, у меня вот такая есть пунктик, что когда ты что-то кому-то говоришь, как должно быть, вот. Как бы это его воля, то есть свобода выбора. Поэтому может быть, конечно, это работает, и это нужно делать, но я сам, вот скажу так откровенно, то есть когда кто-то выставляет посты и пишет, что делитесь, 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 там ше-ше-ше. Ну как-то так. Иногда не хочется открывать этот пост просто и все, потому что ты видишь, ты еще не видишь сам продукт, еще не понимаешь, что это, но там вот все новое, новое видео, там тра-та-та, срочно делитесь, там срочно, там пять этих восклицательных знаков ну как бы это для тебя срочно то есть для тех людей которые это смотрят для них это не срочно то есть как бы это паблик это другой мир чуть-чуть и мне кажется что нужно быть аккуратным и осторожным вот в своих каких-то таких проявлениях ну вот это мою не показал вот философ передо мной сидит да вот я не показал с другой стороны на это взгляд вот сколько ты еще здесь будешь ну вот конкретно здесь буду до 13 числа до 13 апреля потом улечу в калифорнию это всегда прекрасное время время друзей моих потому что очень люблю здесь многих людей с которыми здесь я очень люблю на самом деле молюсь за этих людей когда нахожусь в киеве вот и но второй момент это то что я очень сильно скучаю за своей семьей и потому как бы вот очень часто ночами я общаюсь потому что 10 что разница со своей женой со своими детьми и когда я слышу эти то то я тебя люблю там как мне это но мне это очень приятно потому что на самом деле отношения с детьми и вот эти вот моменты они незаменимы ничем совершенно спасибо за то что ты сегодня пришел за то что все рассказал нам так как есть в твоей жизни мы надеемся что твоем творчестве будет большие успехи продвижения и спасибо большое пусть бог тебя благословит еще много 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 проектов сделать не только такими успешными как они сейчас есть но еще более более доступными и также твоем служении в разных направлениях также пусть его бог поддерживает и даст тебе все необходимые ресурсы в которых ты нуждаешься чтобы спасибо большое цели которые у тебя есть спасибо огромное огромное я верю что как написано стучите и творят и то есть мой любимый стих дата римлянам где написано 828 да любящим бога призванным по его извалению все содействует к благу поэтому я верю что ну не просто любящим а еще призванным то есть когда эти две два этих фактора совпадают ну а то все сопутствует как в мире говорят а все к лучшему то есть они упускают вот эти два первых и как бы наличие первых двух очень важных базовых истин любящих и призванных вот если они есть то тогда все и тогда я вот тебя просто смотрю то есть где я нахожусь люблю ли я бога занимаясь ли я своим призванием и так далее и я верю что и бог просто ведет и находятся и финансы на запись песен еще что-то там ну так да пусть благословляет тебя в твоем творчестве спасибо большое спасибо вам дорогие друзья что вы были с нами с вами была программа музыкальной кухни в гостях у нас был сегодня роман ващук и я алла чепикова мы прощаемся с вами надеемся до новых встреч а